МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня о выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В школах Чувашии в этом учебном году за парты сели почти 14 тысяч первоклассников. Ежегодно количество школьников будет возрастать примерно на 5 тысяч. В 2016 году на реализацию образовательной программы и строительства новых школ в регионах будет направлено 50 миллиардов рублей. Всего же проект в масштабах всей России рассчитан на 10 лет и потребует 3 триллиона рублей. Об этом шла речь на селекторном совещании, которое премьер российского правительства Дмитрий Медведев провел с руководителями субъектов. Михаил Игнатьев отметил, из-за нехватки помещений в некоторых школах дети учатся в две смены, а шесть зданий учебных заведений обветшали. Новые школы должны отвечать всем современным требованиям. Вступить в программу Чувашия может в ближайшее время. С учетом наличия проектно-освязанной документации мы можем по городу Чебоксара участвовать в этой программе. Начинать строить общеобразовательную школу в 2016 году. Город сам с общественностью, конечно, должен определиться. И ввести мы реально сможем в 2017 году. Приобретение оборудования для быстро возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, еще одна настоятельная потребность. Например, ФОК на Эгерском бульваре готов уже на 70%. Его строительство должно завершиться до конца года. В соответствии с соглашением республики предоставлено субсидия в размере 24 млн. 221 тыс. рублей на приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса по бульвару Эгерский города Чебоксары. 10 млн. 990 тыс. рублей предлагается предоставить бюджету города Чебоксары на приобретение оборудования для бассейна. Оборудование будет приобретаться в рамках муниципального контракта. На 13 млн. 231 тыс. рублей заключен контракт на приобретение оборудования для спортивного зала по результатам совместных торгов. Реализация проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств. Что касается размера платы, взымаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах, то Минобразование Чебоксары проводит ежемесячный мониторинг. Сейчас расчет стоимости питания произведен на основе рекомендуемых суточных наборов продуктов. С учетом того, что их закупка проходит по предложенным Минэкономразвития ценам, максимальный размер родительской платы предлагается установить одинаковые для всех муниципальных образований в зависимости от режима работы организации. Один день пребывания ребенка в садике выглядит так. Размер родительской платы сегодня в большей степени зависит от стоимости питания. И на основе санитарных норм и правил, с учетом сложивших цен и рекомендованных цен Минэкономразвития, подсчитана стоимость питания. Она сегодня при 11-часовом режиме работы составляет 109 рублей. Также часть расходов, это хозяйственно-бытовые расходы, санитарно-гигиенические расходы. Они составляют сегодня 7,8 рублей. На заседании обсудили и вопросы, касающиеся проведения в Чувашии годы человека труда. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем арбитражного суда Чувашской республики Олегом Бойко. Напомню, он был назначен на эту должность в октябре. С начала года в арбитражный суд поступило около 10 тысяч исков и заявлений. Это на 800 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильно увеличились у нас дела, связанные с взысканием задолженности за потребленную электроэнергию, тепловую энергию, водоотведение и так далее. Это в сфере жилищного коммунального хозяйства? Да, в сфере жилищного коммунального хозяйства. То есть это сразу говорит о том, что проблемы определенные в этой сфере есть. Увеличилось и количество исков о признании банкротами. Уже около 360. Глава Чуваши заметил, оперативно обмениваться информацией, чтобы принимать своевременные меры, необходимо. Кринанская ситуация непростая. Понятно, споров все больше между хозяйственными субъектами, между налогоплательщиками и налоговой службой. По разным заявлениям, письмам мой адрес обращается. И с этой точки зрения нам очень важно, конечно, владеть оперативной информацией. Где нужно управлять, в ручном режиме мы управляем. Жители Садова не успевают замечать, как рядом с их домом появляются еще несколько. Микрорайон разрастается невероятными темпами. Планируется, что к 2020 году здесь будут жить около 30 тысяч чебоксарцев. Как обеспечить им комфортное проживание? Какие объекты должны появиться на территории? Эти вопросы сити-менеджер Алексей Ладыков обсудил с застройщиком. Огромная площадь в тысячи гектаров заполнена многоквартирными домами. Но пока жилье в Садовом приобретают скорее на перспективу. Объектов социальной инфраструктуры недостаточно. Один детский сад, нет школ, больниц, торговых центров. Сложно перемещаться без личного транспорта. У меня внучка в школу пойдет, я очень переживаю. Очень нужна школа. Внуку садик нужен. Я очень хочу, чтобы быстрее построили. Строительство всех этих объектов предусмотрено. Второй детский сад планируют открыть в Акурат перед Новым годом. А в 2019 году своей двери распахнет школа на 1600 мест. Новую больницу здесь ждут как нигде. Сегодня рассматриваются несколько вариантов ее расположения. Один из них на первом этаже жилого дома. Однако такие помещения не предназначены для громоздкого оборудования. Например, рентгеновского аппарата. За снимками придется ехать в другую поликлинику. Если говорить о таком расположении, где-то должна быть примерно одна такая под детство и одно такое помещение под взрослость. То есть будет одна, допустим, детская поликлиника, одна взрослая поликлиника. Поэтому тогда этого будет достаточно. То есть можно говорить, как мы с вами говорили, о возможности строительства вообще отдельного комплекса. То есть по типу отдельного детского сада, отдельной школы. Но можно рассмотреть и этот вопрос. С ростом микрорайона увеличивается поток автомобилей. Вопрос расширения улично-дорожной сети с каждым днем обостряется. А строительство развязки улиц Фучика и Айги немного затянулось. Скрылись проблемы. То, что там грунт слабый, глубиной 7 метров. Поэтому пришлось менять техническое решение. И вместо насыпи объемом где-то 90 тысяч кубических метров пришлось... Вот сейчас проектируем два моста. Два мостовых сооружения. Прямо под этим, под Сугутским мостом. Сегодня работы идут полным ходом. Развязку планируют завершить во втором квартале 2016 года. До этого времени будет подготовлена новая логистика движения общественного транспорта. Администрация города ведет еженедельный мониторинг пассажиропотока, чтобы разработать удобные маршруты. Что касается 2019 года, также мы по проспекту Айги вдоль Сугутки, реки Сугутки, также планируем пустить общественный транспорт. Сегодня у нас, если мы говорим, что три автобуса уходят на 12 и на 2, то мы в 2016 году планируем увеличить до 5 единиц на каждом маршруте на 12 и на 2. В принципе, вот эту развязку, которую мы в 2019 году планируем, если в Богдан-Хмельдинске будет расширение до шести полос, то наше предложение было такое, что по проспекту Айги пустить все-таки Желак Солико-Черлипус. Часть земли, где сейчас идет строительство социальных объектов и транспортной инфраструктуры, была в собственности застройщика. Бумажная волокита замедляла темпы работ. Но власти бизнес пришли к взаимовыгодному решению – обменять муниципальные и частные земли. Администрация города передала застройщику около двух гектаров земли, но и, в свою очередь, приобрела в формах обмена более 10 гектаров земли. Мы взяли земельные участки под строительство дорог, под строительство детских садов, в том числе под строительство дороги Айги-Фучика, ну а передали несколько земельных участков под объектами, которые находятся у застройщиков собственности. Городу это выгодно, потому что мы передали землю, которая в 10 раз дешевле по отчетам оценки, той земли, которую нам передал застройщик. Город взялся за комплексное развитие садового. Власти обещают, через 3-4 года микрорайон преобразится полностью. Пока же намечены конкретные шаги на ближайший месяц. До следующего совещания. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика. В Чебоксарах начался ремонт системы газоснабжения в многоквартирных домах. Таких работ в городе они проводили на протяжении многих лет. На замену газовых сетей уже выделено более 20 миллионов рублей. Какой объем работ необходимо провести и с какими проблемами сталкиваются подрядчики, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Срок службы газовых сетей во многих домах советской постройки истек 5, а то и 10 лет назад. В трубах часто случаются утечки. Обследование показало, в срочной замене нуждаются газовые стояки в более чем 70 домах. На сегодняшний день в работе у нас задействовано 28 многоквартирных домов. В треть из них уже подали газ. Но, конечно же, основная доля 21-22 дома – это по городу Чебоксары. Опыт уже показывает, подрядная организация, демонтируя трубопроводы, видим на муфтовых соединениях действительно трубопроводы изношены. В этом доме по проспекту Ленина газовые сети уже заменили. Завершить работы специалистам удалось раньше намеченного срока, за 30 дней. Жители, проведенным ремонтом, довольны. Вот эти новые поставили, этот хомут вот эти, покрасили, замазали, все сделали, что нужно. На четвертый день у меня закончили. Молодцы, хорошо работали. Мне понравилось то, что информация своевременно доводилась до людей. В принципе, какие-то вопросы, если возникали, безусловно, в ходе проведения работ, все это также оперативно решали, устраняли проблемы. Кроме этих работ у нас еще по дому провели в этом году замену канализации, замену электропроводки. Средства на замену систем газостабжения выделяют из фонда капитального ремонта. Сейчас эти работы в городе выполняют 4 подрядные организации. Завершить ремонт во всех домах, которые попали в программу, планируют до конца этого года. Правда, не всегда специалистам удается уложиться в срок. Некоторые жильцы отказываются пускать рабочих к себе в квартиру. У кого-то выполнен капитальный евроремонт помещения, у кого-то дорогая кухонная мебель. В связи с этим администрация района совместно с управляющими компаниями и подрядными организациями организована плотная работа собственникам помещений о разъяснении необходимости допускать работников подрядной организации для выполнения работы. Специалисты говорят, эксплуатация изношенных сетей грозит большими проблемами. Заменить старые газовые трубы необходимо до наступления морозов. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Сейчас он под домашним арестом ожидает суда за превышение должностных полномочий, взятки и покушения на мошенничество. В феврале прошлого года оперуполномоченный отдел экономической безопасности и противодействия коррупции обратился к одному предпринимателю и, представившись частным лицом, предложил помочь вернуть изъятое игровое оборудование за 50 тысяч рублей. После чего пришел к своему руководству и сообщил, что предприниматель предложил ему взятку. Процесс передачи денег зафиксировали в отношении предпринимателя, начали расследование. Как полагает следствие, полицейский действовал таким образом, чтобы выслужиться перед своим руководством, повысить показатели своей работы по выявлению преступлений коррупционной направленности. Но это еще не все. Остается только догадываться, какое впечатление произвел несчастный предприниматель на полицейского, но стражи закона с сообщником вновь предложили ему услуги, уже за миллион рублей. Для того, чтобы решить вопрос о ненаправлении материала проверки по факту якобы совершенного им мошенничества, следственный комитет, который якобы планировал возбудить по данному материалу проверки уголовное дело. В действительности же по этому материалу проверки органами внутренних дел еще в конце 2013 года возбуждение уголовного дела было отказано, и это решение было признано законом и обоснованным. Русская пословица гласит, обещание выполнением ценится. Депутаты Чебоксарского городского собрания приступили к выполнению предвыборных обещаний. По многочисленным просьбам жителей улицы Энгельса и Чапаева связал тротуар. Улицы Энгельса и Чапаева разделяет овраг, по обе стороны которого стоят жилые дома, школы, магазины. Каждый раз жителям приходилось делать выборы. Типа грязи и сугробам 60 метров или в обход. По асфальтовым тротуарам это уже 250 метров. Каждый день ходили по оврагу. В дождь особенно было очень трудно ходить. Приходилось ходить по всяким деревяшкам, которые добрые люди ложили. Пока одни добрые люди клали доски, группа инициативных жителей действовала. Летом мы с Валерием Николаевичем Филимоновым, депутатом Государственного совета Чебоксарской республики, обходили микрорайон, встречались во дворах с жителями. И вот один из важнейших вопросов был. Люди прямо умоляли помочь нам хотя бы временный какой-то сделать настил. И мы даже думали в первое время, пока до капитального строительства дело не дошло, обустроить дощатый тротуарчик. Но учитывая, что пожеланий были от большого количества, мы обратились в администрацию районную, городскую. И вот это вот пример дружной работы администрации города и района, депутатского корпуса. Сейчас осталось только положить асфальт. Строители обещают, к концу недели все будет готово. Депутаты Чебоксарского городского собрания, конечно, не джины. Исполнить по три желания каждого избирателя не смогут, но такое коллективное обращение сработало. Раньше ходили вообще, очень было плохо. Дороги-то не было, катались только так. Благоустройства не было никакого. А теперь мы очень рады, что вот эту дорогу нам сделали. Я просто бабушка. Приезжаю каждый раз к своим любимым внукам. Вот живу здесь. И 8 лет я проходила здесь по тропиночке. Очень было сложно, трудно. Особенно грязные. Времена, годы у нас разные. А сейчас вот прямо душа радуется. За тротуар жители депутатов поблагодарили и тут же озвучили список новых заданий. Где-то фонари не горят. В одном из киосков фанфурики продают. Без дела народному избраннику в шестом созыве сидеть не придется. 11 женщин в конце августа оставили свои привычные дела и отправились в Мариинский посад на шестой пленэр художницы Чувашии. Картины представлены на выставке пленэра «Мир цвета глаз женщины». Действительно ли женская кисть пишет иначе, узнавала Екатерина Куприна. Сочная трава, яркие цветы и спокойствие в Волге. Сама природа вдохновляла женщин на создание этих картин. Светлана Кокель, представительница известной художественной династии, решила создать для Чувашских художниц особую атмосферу. Вот уже шестой раз пленэристки отправляются в районы республики, чтобы отвлечься от повседневных забот и полностью погрузиться в творчество. Женский пленэр – это, скажем так, необыкновенная атмосфера, где одни женщины, то есть совершенно другое видение мира. Вообще принято, что женщины лучше всех видеть цвет. Если вы посмотрите на все эти работы, сразу видно, что это женская рука. То есть цветы, природа, такая палитра красок – это только, скажем так, женщины могут так творить. У пленэра нет коммерческих целей. Женщины сами покупают материалы и инструменты. А получившаяся выставка совершенно бесплатная. В первую очередь творческий проект – возможность перенести эмоции, чувства и мысли на холст. А для посетителей выставки – увидеть красоту родных мест. На глазах Галины Максимовой буквально рождались этюды, пейзажи и портреты. Именно в ее деревне жили художницы. Когда я оказалась в этом зале, то я ощутила себя в Мариинско-Пасадском районе. И все мне здесь очень знакомо, все родное. И художникам удалось передать ту красоту, которая на самом деле существует у нас в районе. И пейзажи очень красивые. Прямо точно-точно можно сказать. Убедиться в том, что женская рука действительно творит иначе, а глаза художниц видят ярче, может каждый желающий. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Опали листья, выпал снег и воздух наполнился зимними ароматами. А для преподавателя Чувашского государственного университета продолжается золотая осень. Фестиваль творческих преподавательских коллективов прошел на сцене Дворца культуры ЧГУ. Кто же стал победителем, узнали наши корреспонденты. Какими студенты видят преподавателей? В очках, в костюме, с книгой или конспектами лекций в руках. Но педагоги умеют удивлять. Для преподавателей фестиваль «Золотая осень» – это возможность вновь окунуться в атмосферу родного ДК, вспомнить себя студентами, а также укрепить отношения в коллективе. Здесь представлены самые ведущие коллективы, факультеты, структурные подразделения Чувашского государственного университета. Люди, которые когда-то были ведущими студвесны, участниками студвесен, КВНов, и которые до сих пор сохранили вот этот задор в сердце своем. И, конечно, для всех для нас это праздник объединяющий. Преподаватели подходят к конкурсу очень ответственно. Начинают готовиться к следующему концерту буквально сразу после выступления. «Золотая осень» идет уже несколько десятков лет. У фаворитов фестиваля команды экономического факультета есть действенный рецепт успеха. Успех, наверное, в том, что команда очень дружная, все преподаватели у нас относятся с пониманием, поддерживаем друг друга всегда, не только, получается, на данном мероприятии, но и вообще по жизни. И это, конечно, помогает. За последние пять лет мы занимали только первое место. Но в этом году «Пальму первенства» получил коллектив АлатРского филиала университета, а преподаватели экономического факультета заняли второе место. Завершили список призеров педагоги факультета русской и чувашской филологии и журналистики. Юлия Важенина, Екатерина Куприна, Нина Куропаткина, Александр Петров, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин